Денис Ефремов, разработчик космической и стратосферной техники, владелец компании Stratonautica и собственной группировки спутников на орбите. Не так часто приходится, в принципе, говорить владелец собственной группировки спутников, если это не Илон Маск, конечно. Так что можем сегодня отдельно отметить данный факт. Давайте поприветствуем Дениса. Добрый день, спасибо. Итак, сейчас сегодня рассказ о нашем прыжке с парашютами на Северный полюс из стратосферы. Главные участники прыжка у нас была команда из трех человек именно прыгающих. Это Михаил Корниенко, летчик-космонавт, герой России. Александр Лынник, летчик-инструктор, парашютист. И Денис Ефремов, я инженер-разработчик космической и стратосферной техники. Почему полюс? Изначально это идея Михаила Корниенко как раз, то есть он после того, как провел год на орбите, появилась у него вот такая вот идея именно прыгнуть на Северный полюс, продолжить славные достижения России и Советского Союза в полярных экспедициях, северно-полярных, в арктических. Здесь просто список того, что делалось в советские годы, в российские годы по каким-то таким достижениям в Арктике. То есть это и беспосадочный перелет через Северный полюс 37-го года, и первые дрейфующие станции, и подводная лодка, которая всплыла. Ну то есть действительно для нас, для России и для Советского Союза тоже Арктика — это большая зона интересов. И отдельно скажу, что недавно российскими учеными были очень сильно расширены границы Российской Федерации мирно на север. То есть удалось доказать, что как там расположена шельф, и что на самом деле это до практически границ до полюса простирается материковая плита. Ну тут мне сложно сказать, я не географ, но вот есть такое достижение, то есть действительно у нас там у России довольно много интересов. Вот это как раз описание. Чуть подробнее про нашу команду. Михаил Борисович Корниенко, летчик-космонавт, действительно на момент своего полета он стал рекордсменом по продолжительности полета в России. Ну больше года провел на орбите. Александр Борисович Лыдник — замечательный поэт, певец, и плюс к тому летчик-инструктор. Ну и я инженер. У меня на самом деле довольно много различных увлечений от каких-то подземных, подводных, спелеология, дайвинг, плюс горы, ну и очень много времени, по крайней мере больше последние 12 лет, я в основном занимаюсь разработкой космической и стратосферной техники. То есть у меня есть компания Стратонавтика, где мы уже 12 лет запускаем различные нагрузки в стратосферу. Это как научные, так и образовательные проекты, и реклама, которая туда зачем-то для меня всегда была непонятна, но отправляется, люди хотят как-то приобщиться к высоким слоям атмосферы, туда уже ближе к космосу. В общем, вот занимаюсь запусками, а сейчас основные мои задачи, то, на что уходит 90% моего времени, это работа над спутниковыми группировками. Итак, для того, чтобы совершить прыжок на Северный полюс в условиях стратосферы, и тут сразу скажу, что стратосфера над полюсами начинается где-то на высоте порядка 8 километров, при этом здесь у нас, в районе Москвы, это порядка 12-13 километров, а к экватору это километров 18, то есть за счет того, что атмосфера сплюснута из-за вращения Земли. И в первую очередь, вот эта вот граница стратосферы, она определяется не высотой, она определяется температурой. И одна из важных проблем, которую нужно решить, когда вы готовитесь к такому прыжку, это как раз-таки температура, которая на высоте 10 километров где-то минус 55. То есть это, в принципе, довольно холодно. И мало того, во время прыжка и свободного падения вы летите со скоростью поначалу, особенно в разреженной атмосфере, там порядка 300 километров в час. И тут вопрос, что вот эта вот температура, минус 55, это не просто стационарный холод, а это еще и ветер, который на вас дует, а он, соответственно, гораздо критичнее и сложнее его переносить. Поэтому мы проходили термокамеру, например. Так, здесь есть, нет, указатель, ну ладно. Вот здесь вот слева снизу видно, как мы заходим в термокамеру. То есть там как раз создавались вот эти вот минус 55. Там мы понимали, насколько у нас комфортный комплект одежды для того, чтобы находиться при такой температуре. При этом сразу же скажу, что мой комплект одежды для этого прыжка вообще собрался из совершенно разных моих вот этих предыдущих увлечений. То есть по слоям там было внизу комбинезон изотермик. Это из пелиологии, он такой флисовый комбинезончик. У него поверх у меня был тоже комбинезон похож на пуховый, но это там синтепоновый скорее. Это из сухого костюма от водолазных, там моих работ. И снаружи костюм, опять же комбинезон, скатание на сноуборде. То есть вот такой вот комплект из этих трех слоев, абсолютно обычных, доступных, покупаемых в любом магазине, мне позволил вполне комфортно находиться и вот в этой термокамере, и в дальнейшем, в принципе, в прыжке. При том, что на самом деле я ожидал худшего и подготовился еще больше, но там чуть дальше покажу. Кроме того, на этой высоте вторая из важных проблем – это отсутствие кислорода. То есть уже, я не знаю, кто-то из вас знает, как думаете, на какой высоте вообще человек может без кислорода какое-то время там находиться? Ну, предположение. Ну да, вот 5-6 тысяч – это как раз, наверное, тот самый рубеж. То есть, к примеру, я до этого побывал на вершине Эльбруса, это 5 642 метра, и туда большинство, там 99, наверное, процентов ходят без кислорода. Я побывал на вершине Килиманджаро, это 5 900 примерно. Туда тоже, соответственно, ходят без кислорода. Но вот выше, там, на тот самый, например, Эверест, это 8 848, без кислорода ходят уже единицы. Это люди, у которых какая-то вот такая, не знаю, скорее непривычная для большинства обычных людей строение организма, что они могут это выдержать. Это суперподготовленные люди, это большая редкость. И там 90% людей ходят уже с кислородом. Без кислорода выжить там тяжело. Соответственно, вот выше этих 9 километров, ну вообще без кислорода уже точно вы не сможете. Поэтому, когда мы готовились к прыжку более чем с 10 километров, мы понимали, что обязательно нужен комплект кислорода. При этом в авиации считается, что вообще кислород необходим с 4 километров. Все, если вы выше 4 километров, должен быть кислород. Поэтому у тех же парашютистов, которые прыгают выше, вот, как бы, правило такое, что уже нужно дышать кислородом. Ну, с такой высоты в России до нас особо никто не прыгал. То есть были некие... В советские времена прыгали и выше, там вообще были сверхлюди. Но это отдельная история. Опять же, это все не частники, это какие-то военные экспериментальные прыжки. Соответственно, вот, в левом верхнем углу это мы именно изучаем, как работать с комплектом кислорода, который нам предоставила компания ПТС. Российская разработка, вот этот кислородный комплект именно для высотных прыжков. Все. Вот, соответственно, в этом кислороде, в термокамере проверяем и работу кислородного комплекта, и одежды. Кроме того, на этой высоте еще одна из проблем – это давление. То есть давление там, настолько большой перепад давления, что если вы заранее себя не проверите на этот перепад, то действительно можете получить какие-то проблемы. О некоторых из них я позже расскажу. То есть для этого мы договорились с Центром подготовки космонавтов и прошли испытания в барокамере. То есть там, в этой барокамере, сымитировали тот самый подъем на высоту 10 километров, там полку и потом более резкий спуск, то есть там некую разгремитизацию. В принципе, я проходил барокамеру два раза. Один раз это был подъем до 6 километров без кислорода и подъем до 10 километров с кислородом. И сразу скажу, что для меня, например, этот подъем до 10 километров с кислородом прошел абсолютно легко. Подъем на 6 километров был гораздо сложнее. То есть там для проверки вам давали некие математические задачки, и вы понимаете, что на 6 километров действительно у вас уже гипоксия, недостаток кислорода, и вы уже медленнее соображаете. Ну, в общем, здесь проверились, все нормально. Кроме того, тестовые прыжки. К моменту вот этого прыжка у меня было порядка 200 прыжков с парашютом. По парашютным меркам это совсем немного, хотя я их набрал более чем за 10 лет. То есть у меня был большой перерыв между прыжками, но когда я понял, что да, вот я хочу совершить что-то подобное, я начал восстанавливать свой парашютный опыт. И вот около 200 прыжков, на мой взгляд, этого достаточно для этой задачи, потому что здесь даже не парашютный опыт главное. Он однозначно необходим, вы однозначно должны быть готовы к каким-то нештатным ситуациям, но по ощущениям это, вот парашютный опыт, это, наверное, процентов 30 от того, что нужно в подготовке к таким вот там прыжкам на полюс и прыжкам с такой высоты. То есть тот же опыт в дайвинге значительный, я уже не помню, там тоже у меня, наверное, погружение штук 150, он дал не меньше пользы, то есть это умение пользоваться дыхательным оборудованием. Но тут скажу еще, что я 5 лет проработал спасателем в МЧС, где я точно так же работал и много времени провел в дыхательном оборудовании, которое очень близкое, похожее. И вот этот опыт дал мне те самые еще 30% необходимых знаний. Ну и истории с всякими зимними видами спорта, с палеологией, то есть с перепадами температур, это вот еще там, наверное, 30%. Ну, еще отдельная часть, это как раз мой инженерный опыт, потому что действительно моя задача в этом прыжке во многом была, это как раз техника, испытание техники, проверка того, как она будет себя вести. И вот подготовка этой техники, это вот та же очень важная часть в подготовке к прыжку, к тому, чтобы он был безопасен. Вот здесь вот был наш тестовый прыжок с высоты 6 километров в районе Иваново, с того самого самолета Ил-76, с которого мы в дальнейшем прыгали. И на самом деле это тоже отдельная сложная задача, потому что этот самолет летит гораздо быстрее, чем привычные нам маленькие самолеты для парашютистов. И когда вы отсюда с обреза вот этой рампы туда вываливаетесь, вас ударяет довольно неожиданный поток, и здесь надо, опять же, научиться с ним работать. Если вас закрутило, попали в беспорядочное падение, выходите из него. И вот этот тестовый прыжок действительно дал для нас много ответов на вопросы и помог подготовиться лучше. По крайней мере, например, выяснилась такая неожиданная вещь. И у нас кислородные маски, дополнительно обязательно очки. Причем очки у нас были с электроподогревом для того, чтобы они там не могли запотеть. Так вот, выяснилось, что при приземлении эти очки за счет толстой рамки, за счет большой кислородной маски просто не позволяют смотреть под ноги в точку приземления. И когда мы тестировали все это оборудование, одежду где-то там на земле, действительно почему-то мы этого не заметили. То есть, ну, привыкли там, не знаю, смотреть перед собой, а вот то, что при приземлении нам нужно смотреть прямо под мыски, вот, недорассчитали. И здесь мы это увидели, мы это поняли, что это проблема, потому что действительно при приземлении кто-то вот прям срывал с себя эту маску для того, чтобы увидеть, что там. Я там по-другому, я брал кислородную маску, опустил очки, но тоже понял, что это проблема. Поэтому в дальнейшем как раз это доработали. И вот такой тестовый прыжок прям дал очень многое для того, чтобы комфортнее себя чувствовать в дальнейшем. Вот это комплект оборудования, который был на мне во время прыжка. То есть здесь, кроме одежды, вот эта вот вся техника распихана, надета. То есть на руке у меня был целый иконостас из высотомеров, потому что прыжки с такой высоты – это большая редкость. И даже производители высотомеров не всегда знают, то есть будут ли они работать там выше, чем 10 километров, как они будут себя вести. У большинства из них рассчитаны они в основном на прыжки с высоты 4 километров. В документации написано, что да, они могут там где-то до 10 километров работать. Но у нас, во-первых, прыжок был чуть-чуть выше, во-вторых, опять же, температура минус 55, мало у кого есть такое в допусках. Кроме того, один из высотомеров мы взяли у российской компании Pegas, который сделал специальную прошивку для нас и тоже тестировали. Поэтому вот такой вот набор прямо из нескольких высотомеров был у меня на руке. Кроме того, это рация, понятно, это спутниковый телефон, это различные GPS-маячки и российского и иностранного производства. То есть одна из задач была как раз проверить, как они работают. Это несколько камер. То есть, ну да, хотелось заснять этот процесс. И вот здесь вот снизу это дополнение еще. Это все система электроподогрева. То есть у меня были электростельки, электроперчатки. И в какой-то момент я еще делал электрогулу. Но мне до прыжка за полгода мне по работе пришлось съездить в Якутск, где проводить работы со станцией космической связи при температуре минус 35, по-моему, было. В общем, там я понял, что на самом деле часть электроподогрева избыточна и комплекта одежды достаточно. Поэтому я отказался от как раз этой терможилетки. Но термостельки, термоперчатки посчитал, что все-таки нужны. И те самые очки с электроподогревом. Это отдельно как раз сложная задача была у меня рассчитать необходимое количество кислорода. Дело в том, что для того, чтобы совершить такой прыжок, вам недостаточно просто на высоте включиться в кислород и прыгнуть. Вам нужно как минимум пройти десатурацию. То есть вымыть азот из крови. Потому что иначе, если этого не сделать, то может начаться киссонная болезнь. Это как у водолазов, которые слишком быстро всплывают. Так и здесь та же история, когда слишком быстрые могут быть перепады давления. Для этого необходимо было в течение примерно часа дышать кислородом еще до того, как вы окажетесь на высоте. Но запас кислорода не бесконечный. Поэтому приходилось делать вот этот расчет циклограммы нашего полета, прыжка, чтобы понять, где и в какой момент мы включаемся в кислород, сколько его остается. А в какой-то момент мы переходим уже на маленький баллон, который висит на нас. И его хватает буквально на 10 минут. И очень важно этот переход совершить вовремя. То есть если вы слишком рано переключитесь, то вам может не хватить кислорода на прыжок. Это одна из моих задач как инженера по этому прыжку. Ну, давайте здесь как раз есть видео самого прыжка. Я думаю, можно его посмотреть, а потом уже расскажу, где какие были проблемы, ощущения. То есть перед, до вот этого прыжка мы летели, сколько там, по циклограмме было вот оно, 310 минут. Соответственно, это 5 часов. То есть мы вылетели из Мурманска, долетели до Северного полюса, в район базы Борнео. И, соответственно, вот там уже дальше дождались нужного момента, команды выпускающего и, соответственно, сам прыжок. Выпускающие на борту тоже обязаны быть в кислороде, тоже дышать там нечем. Видно, за мной отделился Михаил Корниенко. И из-за того, что самолет очень быстро летел, то у нас расстояние между нами очень большое. Поэтому я развернулся посмотреть, где он, но понял, что как бы подлететь уже не получится. Дальше остается лишь наслаждаться вот этими видами и свободным падением. Свободное падение у нас длилось больше 2,5 минут. Вроде бы звучит немного, но на самом деле для парашютистов это уже непомерные цифры, потому что стандартно при прыжке с 4 километров вы где-то около минуты находитесь в свободном падении. Здесь 2,5 минуты вот такого просто падения, полета. Для нас сразу был вопрос, как бы сможем ли мы в такой разряженной атмосфере там себя стабильно чувствовать. Я довольно быстро стабилизировался. У одного члена команды это сложнее произошло, то есть его дольше крутило. Но действительно, когда вот там летел и видел вокруг вот эту вот панораму, вот ко мне честно пришло ощущение, что это не Земля, что это спутник Юпитера Европа какая-нибудь, потому что до горизонта во все стороны вот эти вот трещины, ледяной покров, торосы. И маленькая-маленькая, вот там если видите прямо черная точечка с дымком, это лагерь, где нас ждут. И вот нашей задачей было туда, в этот лагерь прийти. Если бы не удалось дойти до лагеря, то пришлось бы искать площадку приземления где-то вот между трещинами и торосами. Действительно, может быть, непростой задачей. Отдельно расскажу, что в какой-то момент мы вообще поняли, что нас там внизу могут ожидать, не знаю, белые медведи. И потратили какую-то часть времени подготовки на то, чтобы продумать, что делать в этом случае. Но нам удалось дойти, вот эта вот взлетная полоса в районе лагеря Борнео, на которую, из которой должны были приземляться и улетать небольшие самолеты под названием Чебурашка, это Ан-72 и полярники, которые нас встречают. Два вертолета Ми-8. Соответственно, сейчас я уже подхожу к лагерю, тому самому лагерю Борнео, вот где ожидавшие нас полярники. Михаил и Александр тоже недалеко приземлились, то есть, в принципе, мы все более-менее пришли в район. Михаил пришел прямо вот сюда, на точку, Александр чуть дальше. Но главное, что все нашли себе безопасную площадку для приземления. У нас получилось установить, как минимум, рекорд России. На самом деле, как мировой рекорд тоже мы какой-то установили, просто никак это не регистрировали. С книгой рекордов Гиннеса у нас сейчас сложные взаимоотношения, да и просто это стоит каких-то отдельных денег. Задачи такой у нас не было. Но вот в район полюса с таких высот никто никогда не прыгал. В России, в принципе, выше 10 километров никто не прыгал. Но вот нам удалось прыгнуть выше и еще и на полюс. Этот рекорд там тоже где-то зарегистрирован. Единственное, что интересно, что нам в книге написали высоту, я не помню, там, может быть, 10-200 или что-то в этом роде, потому что представитель книги рекордов России летел в кабине самолета, и у них были другие значения на их высотомерах. Ну, они были откалиброваны по Мурманску, у них там свои показания. Тут уж не будем вдаваться в подробности, у нас вот есть свои цифры. На крайней мере, то, что показали наши высотомеры, которые мы заранее выставляли именно по давлению в районе полюса. Отдельно, что интересно, на самом-то деле, если считать высоту до Земли, то тут все 14 километров. Потому что мы остановились лишь где-то на высоте 4 километров от Земли, потому что под полюсом вниз еще 4 километра воды. Ну, я не знаю, тут я никогда особо не занимался регистрацией рекордов, как тут правильно считать, просто до ледяной поверхности, до Земли или еще как-то. В общем, особо не важно. Что мы делали, приземлившись? У меня, опять же, как у инженера и космического инженера, была там одна из важных задач – это проведение сеансов связи со спутниками и развертывание там вот такой экспериментальной станции. То, что мы сделали с компанией РУВДС, то есть такой защищенный компьютер взяли, который осуществлял работу в качестве сервера на Северном полюсе, и оттуда нужно было передавать какие-то данные. И тут оказалось полезным иметь собственную спутниковую группировку на орбите. За полгода до этого по программе Space P в образовательных целях в первую очередь мы запустили группировку пика спутников. То есть мы у себя в компании Стартонавтика тогда разработали контейнер, который, то есть это спутник Кубсад, размеры где-то 10 на 10 на 30 сантиметров, у которого раскрывалась система такая из створок. То есть мы вылетали из контейнера на ракете, в дальнейшем раскрывались, и оттуда вылетали еще шесть пика спутников. То есть это была тоже наша разработка. Называется она Тайни Сад, то есть крошечный спутник. Это действительно спутник размером 5 на 5 на 5 сантиметров. И вот мы разработали такие спутнички для того, чтобы сделать максимально дешевым возможность максимально упростить для всех доступ в космос. То есть вот была такая идея, что можно сделать, чтобы действительно каждая школа, каждая группа любителей могла запустить свой спутник. Вот мы разработали такую платформу, и задачей, эта платформа, в первую очередь, задачей была тестирование ее. То есть у нас вообще был вопрос, а раскроется ли наш спутник? То есть работает ли система отделения? А включатся ли эти маленькие спутнички? А смогут ли они передать хотя бы свою телеметрию? И последней их задачей было не просто передавать свою телеметрию, а еще и получать сообщения с Земли и ретранслировать их дальше. И вот, на удивление, они действительно это смогли сделать. Они уже на орбите больше года, сейчас уже, по-моему, год и три месяца. И не все, но часть продолжает работать и действительно продолжают до сих пор. То есть они уже переработали даже расчетный свой срок. То есть мы их, когда строили, мы закладывали, что, в принципе, срок жизни год, все уже, ну, если год протянут, уже замечательно. Ну, они уже работают больше, и да, они смогли доказать, что они работают. И вот с такой станции мы на них смогли передать сообщения оттуда о нашем местоположении, о состоянии техники. И, как бы, что интересно, почему вообще это было целесообразно делать на полюсе? Потому что они находятся на полярной орбите. То есть над Москвой, например, они пролетают два раза в сутки. А над полюсом они пролетают каждые полтора часа. То есть поэтому именно полюса – лучшее место для работы со спутниками на полярной орбите, самая большая частота. И оттуда мы смогли передать туда сообщения, а радиолюбители по всему миру принимали эти сообщения. Ну и до сих пор принимают, соответственно, то, что там эти спутники посылают. Поэтому вот вполне успешно мы это сделали. Но была еще одна история. Вернусь чуть-чуть назад. Лагерь Борнео, который там разворачивается практически каждый год на протяжении уже многих лет, в первую очередь для ученых, туристов, спортсменов. То есть туда действительно ребята, которых я на самом деле считаю героями, то есть у нас это, по-моему, просто прыгнули и прыгнули. А вот и мы прыгнули и прилетели в лагерь, где уже все готово, где вам тут же горячий чай или там что-то еще горячее. Но ребята, которые делают этот лагерь, они туда точно так же прыгают с парашютами. Ну да, с меньшей высоты, там это не знаю, с полутора километров прыгают, сразу открываются. Но они прыгают на голый лед. Рядом с ними вот так вот сбрасываются, вот как здесь на вот этих диагональных кадрах с парашютами, сбрасывается вся техника, сбрасываются палатки, еда. И они должны все это распаковать. Они должны развернуть эти палатки, сами себе действительно обеспечить выживание. Кроме того, туда сбрасываются трактора, которыми расчищается взлетно-посадочная полоса. И только тогда, когда они смогут подготовить вот этот аэродром на льдах, туда смогут прилетать самолеты, приземляться и улетать. То есть тот самый Ил-76 никогда там не сможет сесть, для него недостаточная толщина льда. Его там пару метров где-то. Но Ан-72, Ан-74, то есть самолет Чебурашка, специально предназначенный вот для таких неподготовленных площадок, он может это сделать. И таким образом туда начинают доставляться туристы и ученые, и спортсмены, которые уже что-то там на полюсе делают. И у нас был тот же план, что мы должны были туда прыгнуть с села вместе с доставкой груза, а обратно выбираться на этом Ане. Но буквально за день до запланированного прыжка, там приходит руководитель, в принципе, всего там, всей этой парашютной выброски и организатор лагеря Борнео, и говорит, что ребята, к сожалению, сегодня ночью пришла информация, что взлетная полоса, которая была полностью готова, и завтрашнего дня как раз должны были начаться полеты, треснула. Треснула ровно пополам. И разошлись льды так, что починить это невозможно. Потому что мелкие трещины иногда можно починить, залить, но здесь там трещина, может, порядка метра, все, ничего не сделаешь. И сделать новый аэродром не успеваем. Поэтому в этом году вся программа сворачивается. То есть никто из людей, которые уже сидели, ждали в Хаттенге, откуда должен был лететь этот самолет, не сможет туда попасть. Они разворачиваются. Но лагерь, который там уже есть, надо так или иначе эвакуировать. Для них нужно доставить дополнительное топливо. Поэтому самолет туда в любом случае полетит. И у вас есть выбор. Либо вы можете полететь туда и как-то оттуда возвращаться вместе с ними, помочь собирать лагерь, обеспечить эвакуацию. Либо отказаться перенести эту идею на будущее. Ну, в общем, конечно, мы единогласно проголосовали за то, чтобы лететь, участвовать в этом. И сейчас, конечно, очень рады, что мы это сделали, потому что это позволило сделать еще что-то дополнительно полезное. И обратный путь был гораздо более интересный, чем он мог бы быть. И вот эта история как раз про обратный путь. По мере полета туда мы подготовили промежуточную точку. То есть выбросили с самолета бочки с топливом, которые были необходимы для того, чтобы вертолеты Ми-8 могли оттуда вылететь. Они не могут за одну ходку долететь из района лагеря, то есть района плюс-минус Северного полюса, до материка. Поэтому им нужна промежуточная остановка. И для этого нужно то самое топливо. И организовав вот эту промежуточную площадку, называется она «Жалюзи-2». Жалюзи, потому что переменная, перемещаемая, непостоянная. И обратно мы эвакуировались вначале, пролетев на вертолете. То есть мы несколько часов летели до вот этой промежуточной площадки, где-то там опять же в льдах северных. Там был организован временный лагерь на ночевку. Туда доставили всех из основного лагеря. Потом оттуда уже эвакуировались на материк. И это была научная база российская. То есть мы добрались на вертолете до нее. Вот это как раз трекол, вездеход, который там ходит для исследования айсбергов, которые там вмерзают. То есть каждое лето туда, к материку прибиваются новые айсберги, вмерзают, их можно зимой изучать, к лету они оттаивают и уплывают дальше. И это удивительное зрелище. То есть так мы не должны были их увидеть, но вот мы добрались, увидели их. Плюс Александр сыграл несколько концертов. Один из них был как раз для полярников прямо на полюсе, другой для научной экспедиции, которая на научной базе находится. Ну плюс мы там несколько дней провели. Я опять же там работал со спутниками, испытывал еще какую-то технику. И оттуда мы уже полетели дальше до Хаттанги. То есть вот та база – это мыс Бараново. То есть видите, это архипелаг Северная Земля. Там как раз находилась одна из самых северных метеостанций, где мы поучаствовали в запуске метеозонда. И еще раз увидели по данным метеозонда, что действительно статосфера, как я говорил, она начинается у нас по температурным перепадам, начинается где-то в районе 8-9 километров на этих широтах. И в итоге получилось вот такое вот круго-российское путешествие, когда мы вылетели из Москвы до Мурманска. В Мурманске сидели, ожидая своего полета. Прыжок в районе полюса Борнеу, та самая промежуточная точка жалюзи, мыс Бараново, научная станция, Хаттанга, в которой отдельная история, что для того, чтобы улететь на Северный полюс, вы должны… Северный полюс – не территория России. И это заграница. А значит, вы вылетаете за пределы России, а значит, вам должны поставить выездной штамп. И в Мурманске есть пограничный пункт, нам поставили выездной штамп. А вот в Хаттанге нету пограничного пункта, никто оттуда за границу, как правило, не летает. Поэтому там нам сказали, что извините, ребята, вы, несмотря на то, что уже прилетели, и хоть вы и граждане России, но вы все еще за границей, потому что границу вы не проходили, и таможню не проходили, и нас поэтому не выпускали никуда с аэродрома, и только когда мы долетели до Красноярска, где есть пограничный пункт, там мы смогли получить обратную печать и уже вернуться официально в Россию. Ну, обратно летели через Омск и до Москвы. Вот от мыса… То есть из Мурманска мы на Ильи летели, с полюса до мыса Баранова на вертолетах, на Ми-8, оттуда уже на Ан-72, соответственно, вот летели обратно до Москвы. Вот это как раз люди, те самые герои, которых я, правда, и их достижением больше удивляюсь, и считаю, что это, на самом деле, героические поступки. Те, кто как раз выпрыгивает каждый год туда, вот на полюс, на эти льды, организовывают этот лагерь просто в пустом месте, и неважно, какая погода, если вы не можете тут переждать, потому что, чтобы переждать, вам нужно вначале развернуть этот лагерь. Это действительно люди-трактористы, которые туда доставляются, которые очищают этот взлетно-посадочную полосу. Это врачи, ну и, соответственно, вот все те, кто строит этот лагерь. И им, мне кажется, это вот от нас главная благодарность за то, что у нас все получилось, и что их силами была рассчитана точка выброски правильная, которая позволила нам, понятно, управляя парашютами, но дойти. Если бы у них был неправильный расчет, то мы бы даже управляя не могли бы дойти, потому что конус возможностей у парашюта он ограничен. То есть если бы чуть-чуть просчитались, а там счет идет на секунды, потому что скорость у самолета там 700 километров в час, с которой мы там выпрыгивали, потому что на такой высоте, при такой разреженности атмосферы ему приходится действительно лететь очень быстро, чтобы держаться на ней. Ну вот, но вот как бы этот расчет помог нам. И главное, наверное, что с чем нам повезло, меня часто спрашивают, а вот страшно ли было там вот этот шаг делать, прыгать. И, честно говоря, я ожидал, что будет страшно. То есть я ожидал, что да, ну пока подготовка, самомнение большое, кажется, что все будет нормально. Но был уверен, что когда вот я подойду к этому обрезу, ну, наверное, все-таки будет страшновато. Ну, как-то готовился с этим бороться. Но оказалось совсем иначе. Когда рампа опустилась, и когда мы увидели, что под нами абсолютно чистое, как это сложно сказать, чистое небо внизу, то есть нету облачности, нету тумана, и это главная сложность была, потому что прыгать в туман или прыгать в облака, не видя однозначно лагеря, и приземляться куда-то между этими торосами, речками, как их называют, вот эти вот трещины, это действительно гораздо опаснее. Но когда мы увидели вот эту вот всю чистоту, до горизонта, никакого страха не было. То есть действительно хотелось туда прыгнуть, хотелось это все посмотреть, и вот было некое, ну такое ощущение эйфории, наверное, когда уже летел в свободном падении, все это наблюдал. Ну вот как-то без страха обошлось. Хотя, несмотря на то, что я увлекаюсь многими экстремальными видами спорта, мне всегда казалось, что у меня нету никакого желания адреналина, мне всегда интересно скорее то, куда можно добраться с помощью этих экстремальных видов спорта. То есть, когда я ныряю, мне важен не факт там глубины, а то, что можно увидеть на дне. Или когда там хожу в пещеры, соответственно, интересно, что там. А не то, что там это чисто факт, что это там самая глубокая в мире пещера. Действительно, довольно много компаний нас поддержало. Вот это там перечень спонсоров, наверное, какой информационных спонсоров. Кто-то нам давал оборудование, то есть, вот там компания ПТС, это как раз кислородное оборудование, или Пегас, это высотомеры. Кто-то помогал там информационно, кто-то, ну, то есть, по-разному, естественно, много кто был вовлечен и очень им благодарны за это. Что у нас по времени? Хорошо. Я просто предлагаю, есть еще более полное видео, то есть, я попросил монтажера нарезать там какой-то... На самом деле, вот с момента, как там мы вернулись, это прыжок был 12 апреля, при этом, на самом деле, это совершенно случайное совпадение, то есть, мы должны были прыгнуть еще на неделю раньше, но то погода была плохая, то были сложности с вылетом, то еще что-то, и оно просто так получилось, что именно, либо 12, вот 11 апреля нам говорят, что либо вы завтра прыгаете, либо переносим на когда-нибудь потом. Ну, конечно, мы не могли отказаться 12 апреля не прыгнуть. Так вот, времени уже прошло много, но, честно говоря, я так и не разобрал часть материалов, времени на это уже нету, потому что сейчас занимаюсь задачами, опять же, там, большой спутниковой группировки, и она требует слишком много времени, но попросил монтажера смонтировать маленький ролик, он взял и говорит, мне вот кажется, что так лучше, и замонтировал весь прыжок полностью, поэтому я предлагаю его поставить, ну, а в это время, если хотите, могу там еще на вопросы поотвечать, или можете дождаться конца, как вам удобно. Это съемка с 360 камеры, она стоит у меня на голове, поэтому, в принципе, в какой степени вы сможете почувствовать себя, наверное, прыгающим. Это... Сейчас вспомнить бы, как... Нет, он выдерживал гораздо более суровые условия, на самом деле, просто вот мой сноубордический костюм, который я купил уже лет... Да, но... Это воздух, а когда вы неудачно прыгаете с трамплина где-нибудь там со сноубордом, вот удары снег и лед, они бывают более жесткими. Да, я, к сожалению, уже даже забыл марку производителя. Надо им написать благодарность, кстати. Ну, это российское производство. Нет, нет. Я там до этого рассказывал. У меня весь костюм состоит вообще из практически доступной в магазине одежды. То есть вот у моих напарников были специальные костюмы, которые используют полярники, а у меня это часть спелеологического, часть дайверского и часть сноубордического снаряжения. Но отдельная история. Что? Да, да, конечно. В термокамере и в минус 35 я сидел в Якутске. Ну, это по работе пришлось туда поехать, но удалось совместить полезное с полезным. Приятного было мало. Скорее, полезное с полезным. Вот так вот, не сказать, что можно далеко улететь. Это называется тречка в парашютных терминологиях. Вот здесь, обратите внимание, видите, я пытаюсь зажать нос, и это отдельная проблема. Это изменение давления. И на самом деле в этот момент мне уже очень некомфортно. Да, только не получается продуться. Из-за изменения давления вот в этот момент у меня очень сильно уже заложило уши. Но мне знакомо как бы это ощущение. И плюс, зная физику процесса, я понимал, что здесь не может быть перепада больше, чем одна атмосфера. И понимал, что кровь из ушей вряд ли пойдет. Ну так, утрируя. Поэтому придется это перетерпеть. Потому что в чем проблема? Вам для того, чтобы повысить давление, вам нужно... Ну, есть несколько способов. И самый основной, который используют 99% людей там в самолетах, это продувка, когда вы закрываете нос, дуете. Но это невозможно сделать, когда у вас маска кислородная надета. Я пытался ее продавить, это не получается. Поэтому я понял, что снимать ее на большой высоте это нельзя делать, это опасно, поэтому придется это перетерпеть. И продуться я смог только вот уже когда... Вот здесь вот уже не видно. Я тут снял маску, добрался до носа, продулся и выровнял давление. Здесь уже довольно долгий вот этот вот полет. Видите, вот там вдали как раз дымок. Да, вот этот вот... Да, вот здесь вот я как раз продуваюсь. Просто тоже у вас есть определенная последовательность действий. Когда открылся парашют, вам важнее не продуться, а проверить, что все нормально, что он наполнен, устойчив, управляем. Ну, то есть какие-то такие стандартные правила. И вначале я сделал это, потом уже понял, что все, теперь можно заниматься продувкой. И нам... Представляете, что все то же самое, но, например, снизу был бы туман. Как найти, куда приземляться? Или как выбрать площадку, если вы вылетаете там, не знаю, на высоте там 500 метров, и вот вам остается... Да, да, да. То есть там разожгли довольно большое количество всяких дымовых шашек разных, для того, чтобы издалека можно было увидеть. И уже в свободном падении мы это увидели, уже тогда могли туда потихонечку подруливать. Дальше еще из проблем, когда я приземлился, добрался до лагеря, когда уже налили чаю, я сел, так вот облокотился на руку, и чувствую, что что-то не то. Как-то да, вот что-то со мной не то. Я беру себя, фотографирую, и вижу очень странную для меня картину. Я вижу такого хомяка, или брундука, с распухшими щеками, при том, что я абсолютно ничего не чувствую. Вроде бы, на мой взгляд, все нормально. Просто у меня огромные щеки. Я нахожу местного доктора, он смотрит, говорит, ну да, отморозил, но ты не переживай, щеки еще никому не отрезали. То есть должны пройти. Ну, в принципе, дня через три они у меня... опухоль спала, ну и потом они облезли полностью. Потом мне сказали, что вообще люди за это платят, это там пилинг или еще что-то, бьюти-процедура. Поэтому радуйся. Да, и как это... Из-за чего это произошло? Между кислородной маской и очками была щель. На самом деле я это понимал и заранее, сидя в Мурманске, пока было нечем заниматься, я туда сшил такие прокладочки, небольшие, ну то есть там валики такие утеплительные. Но один из них, ну не один из них, оба, чуть-чуть сдвинулись, и там образовалась щель, но вот буквально там меньше сантиметра. И в эту щель, при условии того, что минус 55, скорость 200-300 км в час, этой щелки достаточно было, чтобы надуть так, чтобы щеки отморозить. Для меня было странно, что действительно я этого вообще не чувствовал в полете, мне не было ни холодно, ни никаких ощущений как бы вот от вот этого набегающего потока, действительно было комфортно. Но вот такая вещь обнаружилась. И интересно было, что у Михаила тоже одна щека вот так же обморозилась, а у Александра, он в какой-то момент, именно когда ему тоже нужно было там продуться или там маску снять, он снял перчатку, и он себе отморозил один палец. Для него, как для музыканта, это очень критично, но точно так же, как и у нас, в принципе, через там три дня все прошло, поэтому, как выяснилось, подготовка у нас была хорошая. Да, наверное, чуть-чуть вот эта вот мелочь, которая, ну, вряд ли бы, если бы все было совсем идеально, наверное, такое бывает редко, но вот те проблемы, которые были, к счастью, они были минимальными и ничуть не испортили ощущения от нашего прыжка. Да, вот видите трещину как раз, вот там вот сверху, вот эта трещина поперек взлетной полосы, и вот этого куска недостаточно для того, чтобы самолет приземлился и взлетел. И просто говорят, что ночью услышали вот этот грохот, вышли, увидели эту трещину. Да, к сожалению, там иногда происходит, иногда успевают сделать новый аэродром, но не в этом году. А можно ли было продлить аэродром в противоположную сторону? А там тоже начинаются трещины и торосы. И это на самом деле для них одна из самых сложных задач именно выбрать эту площадку. То есть, почему мы долго сидели в Мурманске? Потому что в это время лагерь этот перемещался, они перелетали, искали разведку, искали площадку для того, чтобы найти вот этот пятачок. И год на год ситуация разная. То есть, иногда лед потолще, иногда тоньше, иногда больше торосов, меньше торосов. В этом году действительно была очень сложная ситуация, найти площадку было сложно. Ну и вот, видите, опять же, результат. Ну, готов поотвечать на вопросы, если они есть. Да, давайте поблагодарим Дениса за прекрасную лекцию. А теперь поднимайте руки, я подойду по очереди. Каждому дам возможность задать вопрос. Спасибо. Спасибо за лекцию. Я во время вашего рассказа не услышал про саму парашютную систему. Она как-то отличается от стандартной? Как-то модернизировали? Специально для прыжка. Значит, она отличается от стандартной. И вот на нас здесь мы использовали две разные парашютные системы. Это обе парашютные системы от разных производителей, оба российские производители. Они изначально для спецназначения. То есть это для военных десантников, либо для спасателей. У меня, скорее, это спасательная система. Она отличается тем, что у нее есть система подвеса дополнительного оборудования. То есть нам для того, чтобы кислород закрепить, дополнительные пряжки. Кроме того, это действительно очень большие купола. То есть спортсмены прыгают всегда с маленькими парашютиками. Им легче их носить, они быстрее. позволяют опять же делать сложные пируэты. Но у нас была задача наоборот максимально продлить себе этот полет для того, чтобы в случае ошибки выборские мы могли бы долететь до точки расчетной посадки. И кроме того, действительно, у нас тут висит очень много оборудования, поэтому это очень большие парашюты. То есть это 280 квадратных футов. В общем, это действительно большие системы, которые используются в основном для спецназначения. В остальном скажу так, что я перед тем, как прыгать, написал производителю письмо с вопросом, как вы думаете, выдержит ли ваш парашют вообще такие условия. Мне ответили, что, вы знаете, мы не проводили такие испытания, но шьются они из тех же материалов, что другие парашюты, которые что-то подобное, выдерживали. Но другое дело, что часто есть ошибочное мнение, причем даже у профессиональных парашютистов, я не понимаю, как это возможно, что одно из важнейших требований, например, к таким высотным прыжкам, это работа парашюта на больших скоростях, то есть раскрытие на большой скорости. Но на самом деле мы раскрывались на довольно стандартной высоте, то есть порядка полутора километров. И к этому неважно, с какой высоты вы прыгаете, к высоте полтора километра вы все равно прилетите с одной и той же терминальной скоростью, которая позволит вам плотность воздуха на этой высоте. Поэтому это открытие для парашюта было стандартное. Кроме того, температура. Мы выходили из более-менее теплого самолета промерзнуть парашюту внутри ранца за вот эти две с половиной минуты тоже он не успевает. Есть другие нюансы. Например, у всех парашютных систем есть система аварийного раскрытия, которая должна автоматом раскрыть парашют, если у вас не раскрылся по какой-то причине, она должна раскрыть запасной. У нас, конечно, в каждом ранце два парашюта, основной и запасной. И вот если вы почему-то не смогли его открыть, ну а это вполне возможно, руки себя отморозили или он примерз или еще что-то, то она должна раскрыть автоматом запаску. И вот вопрос, а как оно отработает и с такой высоты и при таких температурах тоже был. И здесь, что было интересно, мы внутри группы, это за счет того, что это не военный прыжок и не жесткие какие-то команды, каждый из нас сам решал, что и как он дорабатывает и какое снаряжение он выбирает. И оно у нас получилось очень разное, несмотря на то, что может быть выглядит одинаково. И у меня был электронный высотомер. Вы отличаете. Да, это я, кстати, отдельно еще расскажу. А у Михаила Александра у них был вообще советский механический высотомер, ну вот эта система автоматического раскрытия. Но, как вы видите, обе системы, что важно, не сработали ложно, а это тоже очень опасно, потому что одна из самых опасных возможных смертельных ситуаций, это если у вас парашют открылся бы автоматом при выходе. Тогда кислорода могло не хватить, то есть если вот эта вот система бы отказала из-за разъезжения открыла бы парашют слишком рано, то пришлось бы спускаться, пытаться ускориться и добраться до плотных слоев. Про отличие себя отдельная история. Пресс-конференция еще до прыжка, и тут вдруг кто-то из слушателей, кто-то из полярников говорит, ой, вот как вы знаете ли, что белые медведи, например, вот они красного боятся, а вот не на красный могут отреагировать как-то, там еще никто не знал, и увидели только костюмы у Александра и Михаила, а мой там на фотографии не было. И тут как раз были шутки про то, что если что безопасно медведи могут гнаться за мной, но про медведей тоже отдельно скажу, когда мы находились в Мурманске, для нас это был вопрос, а что делать, то есть мы понимаем, что там же как раз белые медведи действительно очень опасный зверь, куда там опаснее Бурова. И так как мы долго ждали в Мурманске, то думали, может быть, стоит обезопаситься от них, пошли по местным магазинам, выяснили, что оказывается все местные жители эксперты, каждый второй сражался голыми руками с белым медведем в Мурманске, и каждый знает точно, но знает точно оказывается очень по-разному. Один нам сказал, что вот шумовая какая-нибудь шашка, вот то, что вам нужно, там шумовой пистолет. Мы говорим, отлично, купили шумовых пистолетов. Заходим где-то к другому специалисту, случайно уже, он говорит, что да вы что, какой шумовый пистолет? Он каждый день слышит вот этот треск от льда, и это для него знак, что туда надо бежать, и что там сейчас всплывет рыба, ее можно будет поймать и съесть. Поэтому если вы выстрелите, он скорее всего к вам прибежит. Мы такие, ой, штук, третий нам говорит, да сто раз стреляли, они на это не реагируют. Вот если огонь, там если пламя, то тогда да. В общем, мы вот как если раньше показывали, сейчас, где это было? А, нет, здесь этого нет. Почему? Потому что это все и оказалось не так-то просто пронести через службу досмотра аэродрома, а мы через нее проходили. Поэтому мы обходными путями это отправили на самолет, но мы набрали всяких фальшфейеров, шумовых пистолетов и решили, что на всякий случай будет все. Но, когда мы приземлились, местные полярники сказали, ребят, да вообще-то белые медведи сюда до полюса никогда не доходят. Они там, в сотне километрах как бы на краю, вот там они есть, а здесь нет. Ну вот, отдельная история.